Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Сегодня у меня необычный для нас гость. Это отец Михаил. Здравствуйте. Где вы служите? Настоятель храма Великомученика Пантелеимона, город Ясный, Айгуртской области. Вот такой у меня гость необычный. Я его пригласила, можно сказать, по вашей просьбе, потому что я вышиваю иконы, и вы меня заваливаете вопросами, на которые я не могу ответить, но и не имею права я на них отвечать, поэтому мы уже поговорим непосредственно с человеком, который об этом все знает. И я здесь подготовила вопросы, у меня свои вопросы, и которые вы мне задавали. Так, в общем, первый вопрос. Задаете вы мне, зрители, почему я вышиваю иконы, и кто имеет право вышивать иконы? То есть любой человек может вышивать или только истинно верующий? Давайте, наверное, мы немножечко улыбимся в историю. Дело в том, что, наверное, мы обобщим и, скажем так, неважно, вышивается ли икона, или она пишется красками, или мозаиком, ну, много еще что-то бывает, да. Итак, мы давайте обратим внимание, как исторически было, какие были исторические требования к человеку, который создает икону. Исторически мы знаем, что человек, который создает икону, это должен быть человек, ну, я даже скажу, мало того, что верующий, а это человек, который ведет духовную жизнь. Почему? Икона, икона, это необычное изображение, это изображение священное. Изображение священное. И, соответственно, когда мы соприкасаемся с чем-то священным, божественным, к этому должно быть, а, определенное благоголение, б, человек должен стремиться постичь это священное, это божественное. Соответственно, человек, который писал иконы, это был человек, который, наверное, несколько более, чем другие люди, молился, и, наверное, обязательно исповедовался, не, наверное, а точно, обязательно исповедовался, причащался. Но это такие вещи, да, я сейчас говорю формальные, наверное, волю глубокоиться сказать. Это человек, который особо стремился к смирению, молитве, созерцанию Бога. Поэтому, если говорить о сегодняшнем времени, то логичнее, логичнее все-таки, что тот человек, который вышивает иконы, вообще изготавливает иконы, я считаю, как минимум должен стремиться спасти свою душу. Вот если вот обобщить, обобщить в итоге, да, то стремление спасти душу должно быть. И использовать те средства, которые мы имеем для спасения души. Именно поэтому, когда ко мне приходят люди за благословением, батюшка, вот, желаю вышивать икону, я первый вопрос задаю, а вы исповедуете, причащаетесь? Нет, батюшка. Я говорю, да, давайте, я вам сейчас объясню, как исповедоваться, причащаться. Вы пока стороночку откладываете, и начинайте немножечко жить по-другому. Жить в жизнь церковную. А вот церковная жизнь, это и есть жизнь, когда человек исполняет эти два главных таинства. Тогда, соответственно, да, он уже и постится, когда готовится к причастию, там, три дня положено поститься. Ну и, соответственно, если этот человек старается это соблюдать, то можно сказать, что он уже ведет какую-то духовную жизнь. Тогда он молится, соответственно, и тогда я уже такого человека благословляю заниматься изготовлением икон. Ну и, естественно, изготовлением икон опять. С какой целью? С какой целью? Если это ради продажи, ради, ну, прибытка какого-то, то, наверное, это не очень правильно. Потому что все-таки, ну, это не та область, где стоит тримиться какой-то наживе и так далее. Если человек это делает для себя, для того, чтобы, может быть, давить кому-то, да, кому-то какое-то добро делать, потому что это глаз радует все-таки, это приятно, это вообще приятное времяпровождение, то, конечно, тогда, да, тогда человек, я думаю, может вышивать иконы. Ну и плюс еще, наверное, я бы еще рекомендовал учесть следующий момент. На сегодняшний день церковь, вообще, современники наши, мы сталкиваемся еще вот с, я бы даже, наверное, сказал, что с проблемой. Огромное количество икон. Раньше так не было. Как было раньше? Была семья. Семья заказывала у иконописца икону. Это было целое событие. Это было целое событие. Эта икона была в семье. Перед ней благоговели. Перед ней все с семьей молились. Потом, когда детей женили, выдавали замуж, передавали эту икону. Крестили, передавали икону. И эти иконы назывались семейные иконы или родовые иконы. И, соответственно, у людей в связи с этим вырабатывалось благоговение к иконам. Сейчас же мне приходится наблюдать, когда я прихожу, например, освещать жилье. Мне приходится наблюдать следующее. У людей, во-первых, иконы, где попало находятся. Либо они просто на подоконнике где-то там с остальными вещами валяются. Либо они на стене в перемешку с фотографиями. То есть это недопустимо. Все-таки икона должна иметь свое место. Во-первых, традиционно. Кстати, не важно. Не обязательно уголок. Не обязательно уголок. Можно просто вот на какой-то стене иконы повесить. В принципе, если икон много, их можно вешать. Но они все-таки не должны быть в перемешку с фотографиями. А вот где-то какие-то на своих местах вполне допустимо. Потом опять как еще иконы размещают? На кухне, потому что перед едой, после еды молимся. Естественно, на выходе из дома, потому что при выходе из дома православного христианина должен молиться. Естественно, перед местом, где мы отдыхаем, где наши тела отдыхают, в спальне, чтобы мы могли перед сном помолиться, с утра остав помолиться. Вот, наверное, исходить стоит из этого. А на самом деле, на сегодняшний день приходится наблюдать то, что, даже знаете, меня приглашают люди освещать жилье, которые вот только-только переехали. И я всегда смотрю, вот по людям очень видно всегда, что у них на первом месте. Что люди на стену вешают в первую очередь на сегодняшний день? Знаете, телевизор. Вот у людей, говорю, где у вас иконы? Ой, батюшка, они у нас еще в коробке. Ага, телевизор успели повесить. Это что значит? Это значит, что Бог, наверное, даже не на втором месте. Уже там, ну, не знаю, какая по счетку-то коробочка, может быть, стоит и посчитать. То есть зависит от благоговения. Иногда мои зрители сталкиваются с тем, что когда они приходят освещать иконы, им батюшка отказывает. В каких случаях могут отказать, осветить икону или нет? Вот я сейчас для примера приготовила вам. Вот, допустим, у меня три иконы. Вот зрителям покажу. Это вот Святой Инна, это я дочке вышивала. Это Матрона, вот Матронушка. И вот недавно буквально я вышила икону Николая Чудотворец. Вот, допустим, у меня три иконы. Да, я пришла к вам с просьбой осветить. Вот в каких случаях могут отказать? Значит, священник, в принципе, вам не откажут в освещении иконы. Но нужно отметить, а что такое икона? По правилам, вот, допустим, если на изображении нету надписей, что это за святой, канонизирован он в каком качестве, или он преподобный, или он священномученик, или великомученик, или святитель, да? То есть это обязательно должно быть на иконе изображено. По сути, если нету надписи, то это уже не икона. Это изображение. Мы не знаем тогда, кто здесь изображен. Поэтому обязательно нужно следить за тем, чтобы была надпись, чтобы она была читаема. Потому что некоторые, когда вышивают, получаются надписи нечитаемые. И тогда в таком случае священник может, наверное, на это обратить внимание, конечно. И должен обратить внимание. Потому что вы-то знаете, да, что это за святой изображен. А пройдет 10 лет, и у кого-то будет эта икона, и он не будет знать, что это за икона. Это будет сложность. Дальше. Икона должна быть написана в православной традиции. Потому что мы знаем, что существуют, допустим, традиции других христианских конфессий. Допустим, у католиков. У них другие иконы. Соответственно, такую икону священника освещать не будет. И третье. Наверное, стоит еще отметить. Вот я лично сталкивался с тем, что некоторые люди приносят вот так вот вышито. Хорошо, вышито. Но нету рамки. И по сути сложно сказать, что это законченная работа. То есть это все равно, что, допустим, иконописец принес бы священнику недописанную икону. Естественно, смысл ее освещать. Поэтому в таком случае священник тоже может сделать замещание и попросить, чтобы закончили работу, а потом уже ее освятить. А вот прежде, чем вышивать икону, я должна прийти к батюшке и спросить благословения? Да. Это обязательно. Вы знаете, дело в том, что, опять же, вот у меня бывают какие случаи. Приходит человек, батюшка, осветите мне икону. Я никогда не отказываю, если все правильно сделано. Но я всегда спрашиваю, а вы исповедуетесь, причащаетесь? Вот о чем я говорю. Нет, батюшка, не исповедуясь, не причащаюсь. И такому человеку, естественно, я делаю замечание, что как бы так делать нельзя, нужно ввести церковную жизнь, если мы занимаемся иконой. И я человеку освещу икону. Но согласитесь, у человека внутри будет некое ощущение, что он что-то сделал не так. А это неприятно. И, конечно, если мы приходим заранее, и у священника берем благословение, и священник нам это заранее говорит, объясняет, и мы все делаем правильно, естественно, мне кажется, это даже, наверное, будет влиять на результат работы. Вот мы даже если возьмем Рублевскую троицу, но ведь мы же знаем, что Рублев, он ведь канонизирует личи святых, как преподобный, как монах. То есть его духовная жизнь влияла на то, какие он писал иконы. Так же и мы. Если мы ведем духовную жизнь, наши работы будут другими, они будут лучше. А я должна на каждую икону спрашивать благословение? Я думаю, нет. Нет. Мне кажется, что в принципе, нужно брать просто священника благословения на это занятие. А то есть, вот я не спрашивала, это считается грехом? Вот что сейчас я могу сделать? Что нужно мне сделать? Вы знаете, я бы не стал говорить, что это считается грехом. По крайней мере, по крайней мере, я вам так скажу, если это грех, что может быть и вероятно, да? Я бы пожелал, чтобы это в вашей жизни был самый большой грех. Но при всем при этом, я думаю, что это не очень правильно, просто не очень хорошо. Ну вот что мне сейчас нужно будет сделать? Что нужно будет сделать? В ближайшее время подумать о спасении своей души. Использовать те средства, которые позволяют нам это сделать. То есть прийти в храм, причаститься, исповедоваться и спросить благословения на дашь. Да. Можно ли вышивать в праздники и по воскресеньям? В православные праздники? Я, наверное, этот вопрос можно немножечко подкорректирую? Потому что плюс к этому вопросу очень многие спрашивают, можно ли работать в празднике? Здесь вот какой нюанс. Почему существует запрет на то, чтобы работать в праздники? Существует заповедь, одна из десяти заповедей, которая говорит, шесть дней работы, седьмой день отдай Богу. Это, кстати, камень в огород тех, кто говорит, ой, у меня один выходной, я лучше высплюсь, чем я в храм буду ходить. Один выходной. Может быть, для того, чтобы о душе своей побеспокоиться. так вот, для того, чтобы люди, вместо того, чтобы пойти в храм, не пошли бы заниматься своими делами, существует такой запрет на то, что работать в праздники нельзя. Соответственно, я вспоминаю, Пасха была несколько лет назад. на 1 мая выпало, я думаю, выходные, и, наверное, много людей придет на службу. И, к моему удивлению, как никогда было мало народу на Пасху. Я задался вопросом, почему? Так. И стал смотреть, а следующий день захожу в магазин, и я вижу, все люди запасаются, закупаются, на природу едут. Пасха же, праздник, надо же отдыхать. На шашлыки. На шашлыки, да. Это в корне неправильно. Поэтому, я дам такой рецепт. Вот, если мы в праздник с утра сходили на службу, молились, тогда можно и работать, и на огород сходить, и двор подмести, и полы дом перемыть. Никаких проблем, греха не будет. Но, если я не сходил на службу и лежу целый день и говорю, ой, сегодня работать нельзя, это еще больше грех. Уж если ты уж хоть на службу не сходил, бездельничал, ты уж хотя бы какое-то дело доброе сделай, хоть там посуду помой, это будет лучше, чем если лежать целыми днями по телевизору всякую ерунду смотреть. Поэтому, кратко подытожить, можно вышивать, можно работать, но при условии, если мы в этот день посетили праздничное богослужение. Следующий вопрос, можно ли хранить освещенные иконы в шкафу или они обязательно должны висеть на стене или стоять на пол? Какое назначение икона? Назначение икона таково, что мы перед ней совершаем молитву. Она не является, конечно, обязательным условием молитвы, мы можем молиться и без иконы. Она является для нас хорошим напоминанием. Соответственно, если мы используем ее не по назначению, это нелогично и, наверное, неправильно. Поэтому, все-таки, я думаю, икона должна иметь свое место и место достойное не в шкафчике где-то, а на обозрение. Ну, по крайней мере, если вдруг спросят люди, которые скажут, что, ну, к сожалению, у меня много икон, они мне дороги, но у меня нет возможности все их развесить. Ну, наверное, в таком случае я бы допустил бы, допустил бы, что они будут где-то в отдельной коробочке специально завернуты как-то в тряпочку, сложены. Это будет лучше, чем если бы они, как у многих людей, валялись где попало. То есть, из двух зол я бы выбрал меньше, конечно. Но лучше, чтобы все-таки иконы висели. То есть, вот допустим, если у меня комната маленькая, вот на этой стене я размещу свои вышитые картины, а вот на этой стене отдельные иконы. Так можно? Можно. Да. Ну, то есть, я поняла, что все-таки я должна ходить причащаться, должна посещать храм. Вы знаете, как многие зрители мои рассуждают? Бог у меня в душе, зачем мне для этого выйти в храм? Давайте вот мы разделим отдельно. Во-первых, я бы не стал говорить механически, что надо вот исповедоваться, причащаться. Нет. Исповедь и причащие для нас нужны только в том случае, если мы искренне верим в Бога и желаем спасти свою душу. А это средство достижения вот этой нашей цели. Поэтому, в первую очередь, нам надо желать спасти наши души по средствам вот этих двух главных тазов исповедований причастия. Второе. Бог у меня в душе. Замечательно. Бог у меня в душе. Возникает вопрос. Во-первых, а мы уверены, что он у нас в душе? С чего мы решили, что он у нас в душе? Христос говорил такие слова. Он говорил о суде, о страшном суде. И он говорил, что многие люди к нему придут и скажут, Господи, а не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, людей исцеляли, мертвых воскрешали? И Господь говорит, я отвечу им, отойдите от меня, ибо я вас не знаю. То есть, Господь говорит о том, что есть категория людей, которые будут обманываться, будут думать, что у них Бог в душе, и что даже они его силы делают какие-то дела. Вот почему церковь не благословляет обращаться к различного рода целителям, гадалкам, павкам, шептуням и так далее. Потому что они-то думают, что у них это от Бога, а на самом деле будет сюрприз, когда они умрут. И здесь то же самое. Мы не можем быть уверены, что у нас Бог в душе. Но давайте мы еще с другой стороны понаблюдаем, посмотрим на эту ситуацию. Вот представляете, Господь две тысячи лет назад пришел для того, чтобы каждому человеку дать возможность после смерти своего тела попасть в Царствие Божие. И для того, чтобы донести необходимые знания о том, как осуществить спасение души до остальных людей, чтобы донести эти знания, он избирает апостолов. Причем апостолы ведь это были достаточно простые люди. По шестерству это были простые работяги, рыбаки. И он их избирает по какому принципу? Не по принципу грамотности, а по принципу желают ли они спасения своей души или нет? Опять вот, все вот в это упирается, спасение души. И он их отправляет на проповедь. И вот когда Христа уже распинают, когда Он воскрес, то потом апостолы, они идут, и так же, как Христос когда-то их призвал, так же и они идут и рассказывают людям и призывают людей. И когда они этих людей находят, которые тоже желают спасти свою душу и верят в Христа, они этих людей крестят и из этих людей создают общины. И в этих общинах они оставляют какие-то знания. Что Христос, они рассказывают людям, это до нас тоже дошло через передание, через Писание. Они говорят о том, что Христос им говорил следующее, что нужно каяться о своих грехах, причем я вам даже процитирую Писание, Христос ученикам сказал такие слова. Даю свои согрешения друг другу, обратите внимание на формулировку, друг другу, кому вы здесь на земле протите грехи, тому я прощу на небе. Кому вы здесь на земле не простите грехи, тому я не прощу на небе. Что мы отсюда видим? Во-первых, он говорит, открывайте свои грехи друг другу, отсюда берет практика исповеди, не дома перед иконочкой, не так, что у меня Бог в душе, я сама дома перед иконкой помолю, зачем мне какой-то жирный волосатый мужик, чтобы общаться с Богом? Нет, открывайте свои грехи, а зачем? Давайте зададимся вопросом, а с какой целью он сказал открывать грехи именно преемникам апостолов, священникам? Потому что мы неадекватно оцениваем самих себя, замечали? Вот других людей к себе, обратите внимание, допустим, идет концерт, звонит телефон, мы сразу начинаем фуркать, злиться, кто там, вдруг понимаем, что это у нас телефон звонит, какая реакция? Злость быстро проходит? Быстрее, чем прошла бы, если бы телефон звонил у кого-то другого. Чикатило, если бы он или подобный ему человек, совершая свои злодеяния, добым молился бы перед иконочкой с мыслью у меня Бог в душе, я сам дома перед иконочкой помолюсь. Такой бы человек быстро бы прощал бы себе грехи. Очень. Никаких проблем. Мы всегда найдем себе оправдание. И вот обратите внимание, дальше Христос говорит, кому вы простите грехи, тому я прощу на небе, а кому не простите грехи, тому я не прощу на небе. То есть священник имеет власть не только отпускать грехи человеку, но он имеет власть на человеке грехи пока удерживать. Почему? Потому что иногда священник может увидеть в человеке, что на самом деле в человеке нет покаяния. Вот давайте представим такой случай. Представим такой случай. Приходит к священнику на исповедь заказчик убийства на следующий день после убийства и говорит батюшка вот я вот заказал человека его вчера убили я вот хочу покаяться. Это покаяние? Мне кажется нет. Мне кажется это желание совершив грязное дело успокоить свою душу обычно все это делают дома перед иконочкой говоря что у меня вово душа здесь человек решил официально это оформить. Вот и все. И в таком случае священник он этому человеку скажет нет подожди давай-ка мы с тобой совершим определенные дела потому что здесь уже покаяние будет заключаться в том чтобы человек вымаливал этот грех чтобы он пришел к определенному осознанию этого греха и вот когда священник проработал с этим человеком может быть даже несколько лет может быть даже несколько десятилетий я не знаю это уже от ситуации зависит когда-нибудь он этому человеку скажет я теперь вижу что ты действительно приносишь плод покаяния я тебя отпускаю этот грех то есть это очень такая серьезная мера дальше Христос апостол еще говорил он взял хлеб взял вино благословил их и сказал делайте так же после вашей молитвы ваше благословение хлеб это будет мое тело вино это будет моя кровь их вкушайте и сие творите мое воспоминание воспоминание у нас какой самый главный праздник у христиан Пасха Пасха мы в этот праздник вспоминаем воскресение Христово из мертвых потому что через это воскресение Христово людям даровано победа над смертью и возможность попасть в рай апостол Павел говорит такие слова мы куплены очень дорогой ценой какой ценой сам Господь пришел за нас на землю пострадать это огромная цена и соответственно переоценить то что сделал для нас Господь очень сложно и Господь нам заповедовал что если мы не будем Его за это благодарить то как бы а какие мы тогда христиане тогда для нас Пасха уже не Пасха вот причастие Его тела и крови это воспоминание это благодарность кстати это таинство в церкви еще по другому называется Евхаристией Евхаристо с греческого переводится так и переводится благодарение благодарение и вот получается возникает вопрос если я крещеный но я не исповедуюсь и причащаюсь не исповедуюсь и не причащаюсь вообще а какой смысл что я покрестился логика дальше еще вопрос а что Господь был настолько глуп что нам это сказал а мы теперь через 2000 лет оказались умнее а что те святые которых мы которые мы молимся которых мы почитаем которые за 2000 лет я перечислю самых известных у нас в России и Николай Чудотворец Сергей Радонежский и Серафим Саровский и Матрону Московскую мы еще можем перечислять они что все были духовно слепее глупее нас что мы теперь через 2000 лет говорим что все они когда призывали к исповеди причастию были неправы а вот мы теперь тут сейчас у нас 19 год все таки дошли до истины Матрона Московская вот насколько все ее почитают на Матрону Московской всех кто к ней приходил всех отправлял на исповедь на причастие представьте себе поэтому это не просто обязательно это вообще это креугольный просто камень без этого нет никакого смысла даже давайте мысленно еще представим вот если человек не крещённый не крещённый он может верить в Бога никаких проблем конечно он может молиться может он может добрые дела делать он может стараться соблюдать заповеди может ли он исповедоваться и причащаться и с его не крещённый уже нет то есть покрестившись мы получаем возможность совершать два таинства и говорю а нам это не надо получается глупость и тогда еще возникает вопрос коммунисты безбожники они ведь тоже сделали добро это же не значит что они хорошие христиане то есть хороший христианин это не тот кто делает добро добро это естественная вещь это все равно что мы дышим мы не можем не дышать и так же любой нормальный человек он совершает добро потому что для него это так же естественно как и дышать естественно а вот спасать свою душу вот здесь вот наверное это все-таки такая характеристика настоящего христианина хорошая характеристика и вот еще такой вопрос многие производители выпускают иконы где нужно вышивать лик особенно если это вышивка крестом вот допустим у меня вышивка бисером здесь лик не вышивается но если полная зашивка крестом там вышивается тоже лик и вот часто среди вышивальщиц возникает такой спор можно ли вышивать лик или нельзя в практике создание икон мы можем столкнуться с тем что например иконописец когда пишет лик может что-то подправлять или допустим когда делается мозаика то же самое мне кажется здесь нужно исходить из того какова цель если мы протыкаем икону с целью ее осквернить конечно это грех если мы протыкаем ее в связи с тем что мы ее изготавливаем то я думаю это допустимо допустимо единственное только может быть может быть все-таки отнестись к этому вопросу еще следующим образом я бы может быть не рекомендовал учиться на как как называется вышивая где где лик находится вот сам лик допустим как называется конва вот на такой конве может быть я бы не рекомендовал учиться а может быть поучиться на отдельном каком-то полотне для того чтобы лишний раз не переделывать потому что все равно подсознательно даже да и даже осознанно у нас может возникать чувство дискомфортно неприятно все равно может быть поэтому может быть да стоит обратить на это внимание надельно учиться ну вот то есть я даже делаю вывод что если уж вышиваем иконы даже я бисером вышиваю то нужно это делать максимально аккуратно чтобы не была какая-то кривая к вопросу почему священник может отказать осветить икон может быть может быть священник может просто обратить внимание на то что икону просто неаккуратно сделано и священник мне кажется может обратить внимание на это и обратить внимание не только свое но и того кто эту икону изготовил и вот меня еще в нашей беседе заинтересовал такой вопрос иконы с целью продажи многих рукодельниц просят на заказ вышить икону я так сделала вывод что это нежелательно делать это нежелательно делать я бы рекомендовал делать каким образом может быть те денежные средства которые необходимы на изготовление на материал да можно принять от людей но именно деньги за изготовление я бы не рекомендовал брать по крайней мере собственного благословения потому что наверное конечно мы прекрасно понимаем что те кто изготавливали иконы обычно это было при монастырях либо при храмах и соответственно люди жертвовали деньги на храм и это именно было пожертвование и в принципе сейчас несмотря на то что многие люди обвиняют храма в том что в храмах берут деньги все таки надо учитывать то что в храмах берут пожертвование и по правилам если человек придет в храм и скажет что вы знаете мне нужно осветить мой фольксваген но у меня нет денег то ему обязана осветить его машину ну я так немножечко шучу что у человека который фольксваген и нет денег но тем не менее все таки это пожертвование и если мы имеем нашу деятельность в связи с какими-то священными действиями предметами то все таки не стоит требовать деньги оплату за изготовление это не очень правильно ну то есть иконы которые продаются в церковных лавках или в церкви эти деньги идут на пожертвование или на благотворительность эти деньги являются пожертвованием на храм пожертвованием на храм и храм по сути-то он и существует на эти деньги потому что опять вопреки не знаю с чего сложившемуся мнению церковь платит налоги церкви государство не выделяет денег вообще и церкви существуют только на пожертвование соответственно те иконы которые люди приобретают в храме они приобретают за пожертвование понятно меня этот вопрос интересует потому что я как раз меня просят часто вышить иконы но я теперь хотя бы буду знать либо заработанные деньги я должна буду пожертвовать либо на благотворительность либо уже тогда не заниматься видом заработка как мы отнесемся к священнику который придя к нам домой освятить наше жилище на наш вопрос скажет на наш вопрос сколько мы вам должны денег скажут там 3000 и как мы отнесемся к священнику если он на такой же вопрос скажет ну сколько пожертвуете это же две разные вещи то есть служение Богу оно требует наверное такого отношения даже в денежном вопросе более внимательного более внимательного ну вот если бы у нас сейчас с вами был прямой эфир я даже знаю какой бы вопрос задали мои зрители продукционный вопрос приветствую но в церкви тоже там есть расценки но если у человека нет денег то есть ему отказать в любом случае не имеют права точно то есть нужно об этом сказать что у меня денег нет видите ли просто люди вследствие своей невоцерковленности они не знают и они стесняются вот у меня в храме вообще для чего существуют вот эти вот расценки дело в том что когда человек спрашивает батюшка а сколько мы вам должны и когда батюшка ему отвечает сколько дадите большинство людей задают следующий ряд вопросов батюшка ну все таки ну сколько то вот я боюсь вдруг я мало дам вот как то мне неудобно и для того чтобы людей как то сориентировать вот составлены вот эти списки то есть это рекомендуемая сумма пожертвований это те суммы от которых мы рекомендуем чтобы люди отталкивались а дальше человек исходя из своих финансовых возможностей он решает сколько он пожертвует может быть он вообще ничего не пожертвует и если ему откажут вот я хочу кстати сказать если вдруг вы попросили чтобы допустим вашего ребенка покрестили бесплатно так как у вас нет денежных средств и вам в храме отказали обратитесь к настоятелю храма или к любому священнику потому что может быть работники лавки не совсем понимают если вам священник отказал в таком случае я считаю нужно смело обращаться в епархию епарчальное управление даже написать официальное письмо и спросить пожалуйста обратите внимание что ну видимо в храме может быть либо не знает либо об этом либо не уделяет должному вниманию то есть наша церковь мы все члены церкви мы должны как христиане влиять на ее улучшение в этом ничего плохого нет это абсолютно нормально более того обычно вот в этих списках всегда внизу пишут по крайней мере у меня в храме написано это большими буквами что братья и сестры в случае невозможности внести пожертвования любая треба будет совершена бесплатно то есть мы ничего не требуем ну вот надеюсь мы максимально подробно ответили на ваши вопросы спасибо вам и на мои вопросы спасибо вам да был очень приятно спасибо вообще если для зрителей нужен прямой эфир может быть мы потом попозже смогли бы и сделать эфир я думаю потому что я заранее тоже не могу предугадать какие вопросы возникнут у моих зрителей и вообще будет ли эта тема интересна когда у меня шли трансляции мне очень много задавали вопросов и я так поняла что зрителям эта тема интересна я тоже очень много нового узнала рад послужить спасибо я думаю что еще встретимся еще поговорим на эту тему потому что вот вышивать-то икону мы вышиваем но мало что об этом знаем да пока живем возможность есть познавать дай бог к этому стремиться спасибо вам спасибо до свидания спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал всем желаю удачи с вами была Инесса и отец Михаил всего доброго пока-пока спасибо 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 Продолжение следует...